Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетом или же Александр, и сегодня я хочу вместе с вами попробовать на вкус игру, которая называется Crossing Souls. А расскажет она нам историю о группе друзей, что смогли найти способ перемещаться между мирами. Звучит офигенно. Ладно, просто новая игра. Эта история произошла в маленьком городке в Калифорнии в самом начале 1986 года. Вау, тут еще и анимированные ролики будут? Мы такое любим, мы такое любим. Мистика, загадки, тайны, неизведанное, необъяснимое, зловещее, космическое что-то. Но вот эта стилизация под VHS иногда, ну, что-то мне не сильно нравится. Ну ладно, пока все выглядит круто. Крис! Крис, просыпайся, ну же! Блин, что за дела, Кевин? Чего тебе надо? Крис, ты не поверишь! Это потрясающе! Уймись, мама будет вне себя, если ты не придешь к завтраку. Слушай, собирай банду в домике на дереве. Я вам покажу кое-что невероятное. Если это очередная твоя дурацкая шутка, тебе не поздоровится, мелкие. На этот раз все серьезно, честно. И не называй меня мелким, мне уже почти десять. Ну да, тогда какие могут быть вопросы. Ладно, ладно, жди меня там, а я пока соберу Мэтта, Большого Джо и Чарли. Только быстрее, кажется, оно начинает портиться. Воняет жуть. Ты че там нашел, дохлую кошку, что ли? И предлагаешь на нее посмотреть. Чего? Конец связи! Почему он вечно находит приключения на свою голову? Веселенькое начало лета. Блин, ну да, лето на самом деле это всегда такая, знаете, как новая жизнь. Расценивается как что-то отдельное. Обожаю лето. Окей, побежали. Только где искать моих товарищей, не совсем понятно. Так, я че, через окно должен вылезти? Окей, это Кевин. Че еще у нас в комнате есть интересного? Прошлой ночью мы с Кевином почти прошли легенду о Вельде. Но ураган все испортил. Играть по ночам нам не разрешают, так что мы ничего не сказали. И притворились, что спим. Но в Зельде ведь есть сохранение. Почему вы не сохранились? Хорошо, я, похоже, понял, как можно выйти из двери. Окей. Банда, она живет в моем доме или нет? Мне кажется, что это комната отца или что-нибудь в этом духе. Мой дедушка Стивен был героем войны. Он получил так много медалей, что моему отцу пришлось купить этот стенд, чтобы повесить. Их все. А, это дедулина. А кто из них наш дедуля? Я надеюсь, тот чувак с бородой. Не-не-не-не, чувак с повязкой выглядит круче, безусловно. Мой отец был беттером мирового класса, пока он не получил травму на одной костюмированной вечеринке. Нелегко целый день быть тарзаном. А кто такой беттер? Это что-то из бейсбола? Ладно, я в этих делах вообще ничего не понимаю. Бейсбол выглядит уныло на самом-то деле. Надо бы умыться, наверное. Ой, я такой маленький? Ха-ха, я даже на раковину не достаю. Какого черта? А называл Кивина мелким? Я, наверное, еще более мелкий. Ну, а это спальня родителей, да, скорее всего. Куча экзаменационных листов по современной истории с пометками моего отца. Все проваленные. А отец, я полагаю, учитель истории. Выходит, что так. Нет, отец-то был... Стоп. Это отец. С бородой. Значит, наверное, дедуля был тоже с бородой. Ладно, я не понимаю. В этом разбираться смысла особого нет. Побежали на улицу. Что-то я забегался. Еще одна ванна. Жесть, они богатые. Они реально богатые. Беттеры, видимо, нихерово так зарабатывают. Привет, мама. Доброе утро, сынок. Похоже, твой брат опять удрал через окно, чтобы шататься по округе. Видно, его уже не исправить. Не волнуйся, мам. Я его верну домой целого и невредимого. Вы двое меня когда-нибудь в могилу сведете. Ладно, тебя там отец в саду все утро ждет. Он очень взволнован. По-моему, у него для тебя подарок. Подарок? Для меня? Здорово. Посмотрим, что это. Так, с ней буду бегать по дому. Сразу бегу к бате. Батя, давай сюда. Вот только не говори, что мы будем играть в бейсбол. Ну, пожалуйста. Привет, сынок. Что, ждешь-не дождешься каникул? Ага. У меня тут встреча с ребятами и Кевином. С Кевином? Опять он улезнул без разрешения? Я даже не заметил, как он ушел. С тех пор, как умер Спарки, от него одни неприятности. Ты что, намекаешь, чтобы Кевин тоже умер или... Ну да ладно. Что собираешься делать сегодня? Эммм... Знаешь, как всегда. В бейсбол поиграю. Ничего необычного. Пап, ты что-то еще хотел? Знаешь, Крис, когда мне было 13, твой дедушка сделал для меня эту бейсбольную биту, перед тем, как ушел на войну. Знаю, бывают фамильные ценности и получше, но эта бита особая. С ней я заработал лучшие хоумраны моей юности, а теперь пришла пора ей творить историю в твоих руках. Надеюсь, этой битой я буду кого-то избивать. Крис Уильямс. Этот парень ловкий, быстрый и отважный. Ему по плечу любое испытание, ведь он может забраться куда угодно. А еще у него есть бейсбольная бита. Ну это круто. Ух ты, круто, спасибо, пап. Давай-ка я тебе покажу пару приемчиков. В школе я был лучшим беттером класса. Становись на базу, начнем урок. Всего пару подач, чтобы отработать замах. Ну давайте сначала посмотрим на биту. Так, а где инвентарь, где моя бита? Я ее не вижу. Ладно, закрываем. Я тут, на базе. Если вовремя нажать кнопку мыши, можно отбить снаряд. Затем нажми... Я понял. А что в другую сторону-то? Ха. Странно, что я всегда атаковал вправо. Отлично, сын. Я вижу, ты унаследовал гены семейства Уильямс. Теперь иди наслаждайся летом. А, и сделай одолжение. Присмотри за братом. Пожалуйста. Не дай ему попасть в неприятности. Ладно, пап. А ну-ка иди сюда, старый засранец, который заставляет меня играть в бейсбол. Хорошо. Мне надо найти дом на дереве и нужно найти банду, которую нужно собрать. Слишком много нужного всего. И я даже не знаю, где дом на дереве. Явно не у меня во дворе. А Спарки умер, да? Это... В смысле... В этой будке жил наш старый пес Спарки. Каждый раз, когда мы приходили из школы, скорее бежали в сад, чтобы побросать ему мячик. Иногда мяч подпрыгивал так высоко, что Спарки буквально пролетал над нашими головами. Это было здорово. Кевин повсюду таскал с собой Спарки. Они были не разлей вода. Но однажды Спарки исчез. Его нашли мертвым. Какой-то кретин его переехал. Мда, грустно. Выше нос, сынок. Мы все любили Спарки. Но жизнь продолжается. Папа, Кевину не нужна другая собака. Он хочет вернуть Спарки. Мы же не волшебники, сынок. Знаю. Наверное, нет. И вот что я думаю. Путешествуя между мирами, мы сможем найти Спарки. Такс, а как выбраться теперь отсюда? Офигеть. Проломаем забор. Э, выпустите меня. Перепрыгнуть его тоже не получается. Такс, ну коробки разбиты. Хорошо, тут еще есть коробки. Как выбраться из чертового дома? Газонокосилку лучше обходить стороной. Стоит мне к ней подойти, как приходится косить весь газон. Да, не самое приятное занятие. Барбекю в саду легендарное событие. Под конец ты просто валяешься на траве пузом кверху. Так, черт, а где банду собрать? Есть вариант, друзья, у меня есть вариант. Уже уходишь? Постой. Не могу найти твоего брата, похоже, он опять улезнул. Может быть... Есть идеи, куда твой братец направился? Да, он в домике на дереве, и я собираюсь взять остальных ребят и пойти туда. Хм, ты же знаешь, что я не люблю, когда вы ходите в лес. Ну ладно, не бери в голову. Иди и найди своего брата, пока он не влип в неприятности. Не волнуйся, он наверняка или камнями по зверушкам швыряет, или петарды в дерьмо втыкает где-нибудь. Но лучше петарды в дерьмо втыкать. Ха-ха-ха. Если я вдруг узнаю, что он втыкает... Ой, сбивает... Кидает в зверюшек камни, я его этой самой битой так отделаю, что, ну, все, он будет лежать рядом со спарки. Следите за языком, молодой человек. Вы же не хотите начать каникулы с домашнего ареста? Пф, нет, ладно, я ушел, увидимся. Хорошо, будь осторожен. И даже не думай идти короткой дорогой. Не нравится мне этот старый отшельник? Уверена, он курит травку. Ладно, мам. Все, меня тут нет, до встречи. Пока, мам, ты дуришь мне голову. Да, мне пора идти гулять. Так-с, вот, похоже... Ага, это гараж. Это велик, можно его взять? Когда я прихожу из школы, первым делом чищу свой BMX. Я должен быть готов к любым заданиям. Окей, то есть тогда мы вышли просто на задний двор, а выход на улицу, я думаю, вот. Отлично. Не забывай сохранять свой прогресс. Если пройдешь мимо дискета, не упусти шанс и сохранись. Да, хочу. А, стоп. Да, у меня предыдущих сохранений нет, к сожалению. Блин, ну пока все выглядит круто. Не мешайся, у нас тут полно работы. Что случилось? В прошлой ночи ураган здорово прошелся по городу, мы все еще подсчитываем ущерб. Что за ураган? Почему я не мог не выйти через калитку? Непонятно. Может разбить вам машину, а? За дерзость. Неплохо я влетаю в... Что? Мне уже стремно. Что с этой девчулей? Так вот, нормально я влетаю в дома? Что с этой мамой? Что с ребенком? Они поехавшие все. Ладно, поговорим с девочкой. Они здесь. Кто? Где? Телевизионщики. Да, ну, конечно, не знаю почему, но я знал, что здесь творится что-то странное. Это... Ай, очень ай, странно, ай. Я кому-нибудь завтра позвоню. Кому ты позвонишь? Я смотрел в справочнике. Есть компании, которые занимаются перестановкой мебели. А компании, которые занимаются странными феноменами, нет. Какими? О чем идет речь? Вы что с вами? Что за чертовщина творится в этом доме? Сперва ураган. Потом девочка начинает странные вещи говорить. А теперь еще и мебель. А, так я думал, это он сам прыгает на стуле. А это стул прыгает вместе с ним. Сама переставляется. Вон и кружка летает. Выйти на задний двор не получается, да? Ух ты! Эта канарейка выглядит так, будто ее хватил нелегкий, нехилый сердечный приступ. Песик. А вот и кружка. Да, это действительно очень странно. В доме живут странные люди. Это, видимо, мои соседи. Так, а рядом еще есть дома на улице? Опаньки, ты кто? Дурацкий ураган! Надеюсь, электричество скоро починят, и я смогу поговорить с Джонни. Ага, домой ты меня не пускаешь. Одиннадцать и двенадцать. Ну, наверное, все. Нужно быть ко всему готовым. После вчерашнего урагана не знаешь, чего еще ждать. Я вообще не знаю, чего ждать. Вы очень все странные. И, по-моему, единственная нормальная семья на этой улице, это наша. Так, вот еще дома есть. А как туда попасть? Ха! Это отсылка! Это отсылка к истории игрушек первой. Ясно, это отсылка. Там тоже чувак, да, запускал ракету, у него ничего не получалось. Прикольно, прикольно. Это прикольно. Могу я зайти? Нет. Остерегайся, козла. Наш сосед Сид козла себе завел. Он чокнутый. Здесь тоже никуда не пускают. Может, можно... Чего? Может, можно было как-то позвонить своим друзьям? О, нет! На помощь! Мэтт, что за хрень? Крис, ты как раз вовремя. Ограничитель энергии сломался, и я не могу остановить гамма-лучи. Уничтожь эти три генератора, пока они не уничтожили всю округу. Готово. Неплохо. Так же я делаю своего брата Кевина, как эти генераторы. Ха-ха. Пф, успели. Еще минуту я от улицы, и одни угольки бы остались. Постой, что это у тебя за новая штука? Гамма-ускоритель. Моё новое изобретение. Но я только что истратил все запасы гамма-батарей. По крайней мере, моя лазерная пушка еще работает. Круто, она может нам пригодиться, потому что мы сейчас идем в домик на дереве. Кевин снова взялся за свои расследования. Похоже, на этот раз дело серьезное. Ладно, отличный повод опробовать мою лазерную пушку. Да, но сейчас ты идешь со мной. Ладно, это было странно. Юный гений. Его лазерная пушка, реактивный ранец и интеллект делают его уникальным как внутри группы, так и за ее пределами. А как переключаться? Помни, ты всегда можешь сменить персонажа, нажав бэкспейс, да? Или что? Шифт. Прикольно. У него реально пушка. Ха-ха-ха, забавно. Пушка круче, чем бейсбольная бита. Ну и на этом, друзья, мы пока с вами остановимся. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. Надеюсь, продолжим. Игра, по-моему, классная. До новых встреч. Будьте счастливы. Все это странно. Пока. Пью.